Ну что ж, мы с удовольствием включаем в разряд людей дело, еще и фирму Подъемник, потому что занимается она промышленной безопасностью и диагностикой объектов. Вы думаете, что безопасность это только работа наших внутренних органов внутренних дел? Но вы не совсем правы, можно жить долго и счастливо, казалось бы, но внезапно умереть от свалившегося непрочно прикрепленного болта даже. И для того, чтобы этого не случилось, необходимо грамотно и постоянно проводить техническую инспекцию различных объектов, будь то краны, будь то автомобили, будь то те же здания. И вот об этом мы и начнем наш разговор. Чем больше растет человечество и чем дальше оно развивается, тем нам очевиднее становятся масштабы техногенных катастроф, случающихся все чаще и чаще. И российское разгильдяйство в этом случае ничем не отличается от великобританского или американского. Это все основные законы термодинамики, с коими нам приходится считаться. И усложняя и совершенство механизма и строительные конструкции, мы не должны забывать ни о надежности, ни о безопасности. Здесь есть ряд достаточно таких сложных факторов, которые повлияли за собой устаревшись всех этих зданий, устаревшись всех механизмов. То есть во времена перестройки в эти отрасли, в службы, которые подконтрольны Ростехнадзору, практически не вкладывались никакие деньги. То есть не было капитально-восстановительных ремонтов, не было ремонтов непосредственно как кранового, так и хозяйственного. То есть туда деньги практически не вкладывались. Из-за этого что получается? Значит, получается, что объекты сами по себе изнашивались, ремонты не производились, и происходили катаклизмы, аварии техногенные. Мы вплотную работаем с Ростехнадзором. Все те нормативные требования, которые с нас требует Ростехнадзор, мы их выполняем согласно нормативных документаций. И то же самое, значит, вот эти требования, которые утверждены Ростехнадзором, должны выполнять непосредственно те организации, у которых есть опасные производственные объекты. Конечно, строительство весьма и весьма лакомый кусок. Можно быстро и дешево сделать и побыстрее продать, либо начать откачивать деньги с арендаторов. Можно и купить объекты у неудачников, и добивать старое оборудование. Только кто вам даст гарантию, что в один, далеко не самый прекрасный момент, а случаи такие были, вас не навестят работники прокуратуры. А примеры с падениями и поломкой кранов. Это только потому, что предприятие, доставшееся вам, похоронило крановую службу. Но в Магнитогорске в данном случае выход предложен фирмой «Подъемник». Мы можем провести те краны, которые стоят непосредственно на приколах, может быть, где-то они остановлены, собственник может прийти к нам, мы проведем экспертизу, выдадим ему заключение. На основании этого заключения мы можем подготовить ведомость дефектов по ремонту данного объекта, там крана, скажем, согласуем непосредственно сметы, согласуем покупку запчастей, этот кран мы можем запустить в работу. То есть отремонтировать. У нас есть квалифицированные кадры, которые обучены персоналом. Они доведут его полностью до ума, и кран может быть работать дальше. А теперь порассуждаем о цене вопроса. Бесценные вещи, как тот человеческий жизни, это главный аргумент в пользу промышленной безопасности. Но вопрос качества и соответствия цены и предложенных услуг. И здесь, как и везде, существует конкуренция. Но в конкурентной борьбе вам надо ориентироваться не на того, кто вам предложит дешевизну, которая затем обрастет космическими ценами на реставрационный проект, а вышеозвученное качество. Некоторые, так сказать, экспертные организации, я, конечно, не буду называть, именно озвучивать эти экспертные организации. То есть, как, если работа какая-то делается, и, допустим, нами составлена какая-то определенная смета в круговую, от экспертизы до ремонта и пуска крана в работу, то у некоторой организации просто она умышленно занижает цену, да, но потом этот кран не доводят до конца, до конца. В итоге страдает заказчик, страдает заказчик. И потом, в итоге же, потом же они опять приходят к нам, начинают у нас спросить, но у нас другие опять получаются накладки, то есть работу мы взяли, они отказались, мы другую работу взяли. Поэтому здесь нужно, я считаю, заказчику выбирать качество работы, это в первую очередь, качество экспертизы, качество ремонта и быстрота непосредственно выполнения данных объектов. И самый главный и актуальный вопрос кадров. Что они умеют и чем они умеют работать? Скажем честно, оборудование, которое нам с гордостью демонстрировали в этой фирме, не встретишь ни в институтах, ни в университетах. Зато на объектах встречаются вчерашние школьники, ныне студенты, отрабатывающие ученые степени и звания мужей типа достойных. Но мужики вполне серьезные и по нашим расспросам более чем квалифицированные, работают в этой фирме. У нас персонал полностью проходит специальную подготовку. То есть, если это эксперт, то он обучается непосредственно, он обучает своих экспертов только в Москве. Почему? Потому что там, я считаю, самые серьезные у нас вузы, где можно получить хорошие знания. Если это лаборатория, то у нас в лаборатории дефектоскописты, которые тоже обучаются в Москве, которые пользуются непосредственно приборами. Приборы, значит, непосредственно, это ультразвук, магнитно-порошковые приборы, это, значит, приборы по проверке канатов и так далее. Перечень приборов довольно-таки большой, приборы очень дорогостоящие. И все у нас эти специалисты обучаются. И то есть, качество ремонта, качество ремонта, ну, в принципе, мы за него отвечаем. Почему? Потому что наши специалисты это высококвалифицированные работники. Непосредственно от слесаря и кончая экспертом. Потому что все они проходят специальную подготовку. и ежегодно повторяют свои знания, ежегодно аттестуются, переаттестуются и повышают свою квалификацию. Сейчас мы направили одного специалиста для получения, он пишет сейчас, кандидатскую работу. То есть, в скором будущем у нас будет свой кандидат технических наук, который непосредственно учится в Баумском университете. Левый берег, да, технологический центр города Магнитогорска, но не только технологический. Скажем так, это еще и мозговой центр. Именно здесь и сейчас все мощные структуры и монтажник, и прокат-монтаж, и подъемник. И, собственно говоря, мы только начали этот разговор, а впереди еще и другие интересные объекты, которые необходимо исследовать. И невзирая на то, что они могут быть построены совсем недавно, но время не стоит на месте. А агрессивные погодные условия, ну и, собственно говоря, это все-таки Южный Урал, не дает вам возможности, скажем так, расслабляться и заботиться и о собственной, и о промышленной безопасности. Вам необходимо постоянно. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова